Ольга Дубенская Заплыв проходит на шести дорожках. По периметру стоят судьи, которые следят за техникой, фиксируют ошибки и замеряют время. Получить дисквалификацию может любой спортсмен. Достаточно одного нарушения. Если он не коснулся бортика при повороте, если он плывет дельфином, ноги вместо кроля. В одном заплыве могут оказаться пловцы разного возраста. Деление здесь происходит не по годам, а по спортивным разрядам. От старта до финиша эмоции участников зашкаливают. Буквально недавно стартанул и уже приплыл. На тренировке ты плывешь в среднем режиме, а здесь прям выкладываешься на всю. Вообще очень интересно, потому что ты не знаешь, что будет. У соперников разные тактики. И есть небольшое волнение то, что у тебя, например, снесет очки. Вот. Ну, мне, кстати, не снесели. Начала заливаться вода, и вот пришлось уже как-то смотреть одним глазом. Бассейн «Бригантина» является тренировочной базой для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва по плаванию. В скором времени его коснутся преобразования. Мы планируем отремонтировать этот бассейн, полностью заменить систему вентиляции, покрытие чаши нашего бассейна, подготовить его. И уже к сентябрю месяцу войти в новый сезон, начебный, в обновленном спортивном комплексе. В прошлом году, благодаря победам воспитанников на соревнованиях разного уровня, учреждение вошло в тройку самых лучших спортивных школ Московской области. В 2024-м юные пловцы снова отправятся за наградами. Уже в марте пройдут заплывы за звание лучшего в Центральном федеральном округе. Те, кто займут призовые места, примут участие в чемпионате России. Алексей Попов, Максим Силаев, Первый, Мытищинский.